Участок Малаховского лесничества стал объектом наживы мошенников. В интернете опубликовано объявление о продаже 50 соток земли на улице Пушкина. Продавец попросил 35 миллионов рублей за участок, который принадлежит лесному фонду. В деле разбирался наш корреспондент. Я всю жизнь прожила в городе, училась, работала. И с годами все-таки поняла, что хочется быть поближе к природе. Поэтому задумывалась о покупке недвижимости за огородом. В поисках покупки мечты Татьяна Данилова наткнулась на заманчивое предложение. Чистый Малаховский воздух и огромный участок в лесу. Мысленно представив будущий дом, женщина выехала на указанный адрес, чтобы увидеть территорию своими глазами. Меня смутил один факт, что участок находился не где-то в граничащей территории или рядом, а непосредственно в самом лесу. Вряд ли внутри леса могут быть официально действительно легализованы продажи участков. Сомнения в законности продажи привели Татьяну в прокуратуру. Не хотелось становиться жертвой мошенников. Но желание купить участок в экологически чистом районе все-таки осталось. Жительница Люберец твердо решила, сделка состоится только после официальной проверки. Я написала заявление по данному факту и прокуратура сообщила, что в течение 30 дней в установленном законном сроке данное обращение будет рассмотрено и я получу уведомление о решении. Первым делом сотрудники прокуратуры отправили запрос в комитет лесного хозяйства. Выяснилось, что участок с указанными кадастровыми номерами имеет стопроцентное наложение на земли Государственного лесного фонда. Принято решение об отмене всех нормативных правых актов по поводу выделения земельных участков, расположенных на землях Гослесфонда. В проведенной городской прокуратуре проверкой установлено, что при формировании и выделении данных земельных участков были использованы поддельные подложные документы, которые были предоставлены в администрацию. Городской прокуратурой направлено исковые заявления в суд о возвращении данных земельных участков в собственность Российской Федерации. Тем не менее, на некоторых сайтах недвижимости до сих пор висят объявления от горе-продавца. Более того, предложение еще актуально. Я звоню по объявлению по поводу продажи участка. Вы еще продаете его? Какой адрес интересуется? Московская область, городской округ Люберцы, Малаховка, улица Пушкина. В настоящее время прокуратура направила материалы проверки в следственное управление МВД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и установке лиц, причастных к совершению мошенничества.